В уходящем 2020 году во всех жилищно-коммунальных сервисах были введены так называемые лицевые счета домов. Наверное, уже все жители знают, что это такое. Это, скажем так, информативный инструмент, где жители дома могут четко понимать, сколько денег они заплатили согласно действующей цены за обслуживание дома, сколько денег можно потратить на те или иные направления для благоустройства дома, для ремонта дома и так далее. И мы решили пойти ближе, вернее, мы решили пойти дальше. Мы разработали электронные паспорта домов. Что они в себя включают? Ну, во-первых, для того, чтобы обслуживать дом, нужно знать технические характеристики этого дома. Поэтому здесь будет несколько слоев, скажем так. Это будет и техническая характеристика самого дома непосредственно, и наименование, и состояние тех коммуникаций, которые подведены к этому дому. Опять-таки, это будет информация о том, из чего построен дом. Опять-таки, сюда будет входить та информация, когда в доме проводился капитальный ремонт, когда в доме проводился текущий ремонт. Ну и, естественно, отдельным слоем будет идти вновь вот этот же лицевой счет. Это общий документ, благодаря которому жители своего дома могут четко понимать, какие у них доходы по дому, какие у них расходы дому. Они четко могут понимать, какие коммуникации, они могут строить план свой, какие коммуникации необходимо менять в этом году, какие капитальные работы, либо конструктивные капитальные работы нужно делать в следующем году и так далее. То есть, жители дома могут, знаете, у всех есть финансовый план. Вот точно так же жители дома могут построить свой финансовый план. Ну, на сегодняшний день мы разработали модель, и вот уже с января месяца мы будем ее, скажем так, технически оформлять. Это наши планы на перспективу. Изначально мы будем это делать на базе жилищно-коммунальных сервисов, а затем будем развивать по всем остальным многоквартирным домам.